У меня есть такое подозрение, что правящая партия китайской народной республики не очень сильно любит видеоигры. Я даже не знаю откуда это подозрение взялось, может быть улика найдется в одном из десятка моих видео по теме за последние года полтора, только за полтора. Кто-то даже может сказать, что бан стима в Китае можно считать кульминацией всего этого действия, ну может быть еще не финальным шагом, но как минимум очень важным. И да, в стим вы теперь в Китае зайти больше не можете, ну по крайней мере в настоящую версию, вы можете зайти в китайскую версию, я употребляю слово версия в данном предложении в очень толстых кавычках, потому что она абсолютно обрезанная и не дает вам больше 80% возможностей, которые дает настоящая, но вам придется довольствоваться теперь этим, потому что выбора у вас тупо нет. Это мы конечно говорим как законопослушные граждане, патриоты своей страны, которые никогда в жизни не будут пользоваться клятым VPN. И нет, это не подводка к рекламе VPN, как ни странно. Здрасьте, это монтажник культа с экстренное включение, очень важное для контекста сегодняшнего видео. Стим не то чтобы натурально запрещен в Китае, но как бы запрещен в Китае, но не совсем, но как бы да. Ну то есть как сложно сказать, запрещен его основной домен. Если вы попытаетесь зайти на стор стим пауэрд, как вы дальше поймете по материалам, которые я представляю в видеореде, то вы столкнетесь со сложностями, и то не всегда. Потому что некоторые люди, пусть даже не с первой попытки, но доступ к нему получить все-таки могут. То есть это похоже на первые такие нотки начала процесса. Ну вы знаете, какие аналогии здесь можно привести в нашем государстве. Но суть в том, что под домен стима, его сторонние сервисы и в конце концов сам клиент, который установлен на компьютерах пользователей, к нему доступ получить все еще можно в отдельных случаях. И эта ситуация пока что очень мутная и непонятная. На самом деле что-то там определенно происходит. Просто мы пока что еще точно не можем понять, что именно. Стим датабейс вот пытается. И как бы да, основной домен запрещен, но при этом получить доступ к нему все еще можно. Короче говоря, черт его знает. Если честно, до сих пор не знаю, как именно к этой новости относиться. То ли шокироваться, то ли говорить, что так и должно было случиться. Может быть что-то посередине. Давайте попробуем начать с самого начала. Что произошло? Ну ничего сильно яркого. Домены стима на территории Китая забракованы. Вы больше не можете по ним никуда зайти, если конечно у вас нету необходимых для этого дела инструментов. И да, если первое, что вам пришло в голову, это крушащаяся экономика скинов в CSGO и в Dota, то не волнуйтесь, мы сегодня об этом будем говорить экстенсивно. Потому что я тоже об этом сразу подумал. Но, как обращает наше внимание пользователь под никнеймом Santa Erika или FireMonkey, который насколько я понимаю является знаменитым утечником материалов по Фортнайту, который первым обратил внимание на это интересное событие. Домен стима в Китае забанен. Но только американский оригинальный домен стима. Потому что если вы попытаетесь войти в китайскую версию, то ничего вас не ограничит. Если вы, кстати говоря, не знали, то китайская версия стима, она отличается от оригинальной. Отличается главным образом тотальной и беспросветной обрезанностью. Не только в количестве товаров, которые там продаются, но и в количестве функционала. Это очень важно понимать для того, что мы сегодня обсуждаем. Я на самом деле удивлен, что стим так долго продержался, потому что свое официальное окно в Европу, так сказать, Китай прорубил еще в феврале этого года. Или в январе. По-моему, все-таки в феврале, если я ничего не путаю. Когда появилась официальная китайская версия, что мешало им закрыть теперь уже неофициальную неугодную, если хотите тогда, я, если честно, не знаю. Потому что за последние несколько дней не случилось ничего такого супершокирующего, что могло бы послужить поводом. И явно китайскую правящую партию не волновало общественное мнение, потому что когда оно его волновало, правильно? Да, действительно, я был прав в февраль 2021 года. Правда, если вы хотя бы что-то слышали про китайскую версию стима, то вы наверняка могли догадаться, что никто ей не пользовался. Особенно, когда была свободно доступная альтернатива. Зачем? Когда в ней нет абсолютно никакого функционала комьюнити, и на момент запуска там было где-то порядка 50-60 игр. Не 50-60 тысяч, а просто 50-60. Я не уверен, что это даже версии можно называть. Однако, это важно понимать. Это очень важная деталь сейчас. Доступ к CSGO и к доте 2 там доступен был. Доступ был доступен. Хорошо сказал. Я люблю русский язык, слышно. Под доступом я имею в виду, что вы могли открыть игру и поиграть в нее, но вы не могли пользоваться сторонними фичами, которые китайская версия стима тупо не предлагала. Главным образом торговую площадку. Я имею в виду, это сейчас будет большой, очень шокирующей для вас новой информацией. Вы обязательно сейчас пристегнитесь к креслу, чтобы не упасть, случайно ничего себе не свернуть. Но есть определенная каста игроков в CSGO и в доте 2. И не только в них, но в них главным образом сейчас это важно. Которые не то чтобы интересуются непосредственно самой игрой, а интересуются скорее экономикой. А именно экономикой шапок, которая в этих играх прекрасно процветает. Шокирующе, я знаю. Но когда вы заходите на маркетплейс и видите там ценники по несколько десятков тысяч рублей, ну это говорит нам как минимум о том, что находятся люди, которые за эти ценники эти шапки покупают. Не правда ли? Иначе бы таких ценников там не было. И я не хочу в этом видео в очередной десятитысячный раз вам пояснять, насколько плохо ограничивают свободу слова, насколько тяжело китайцам приходится, что они не могут сами для себя решить, как они хотят жить свою жизнь. Но понимаете, когда я все это вам говорил про такие недавние относительно меры пресечения, как например, тотальная слежка за детьми и комендантский час для того, чтобы они не могли играть после определенного времени в определенные дни недели. И это не шутка, если что, если вы мое дельное видео не смотрели, это на самом деле происходило. Тенценту реально на полном серьезе в июле этого года приходилось вводить в свои продукты систему распознавания лиц для того, чтобы хоть как-то по закону теперь уже имеющемуся китайскому ограничить детишек, просирающих зарплаты своих родителей в очередной гринделке от, собственно говоря, просирания зарплат своих родителей в очередной гринделке. Что, наверное, звучит разумно ровно до тех пор, пока вы не понимаете, что у родителей в этом вопросе выбора нет. Ну, у детишек понятно, что его нет и не будет, потому что они еще как бы не совсем полноценные люди в глазах закона. Но по идее, хотелось бы, у родителей должна быть возможность, право, если хотите, заниматься воспитанием своих детей самостоятельно. Более того, позволю ли я себе такое сказать, но у них должна быть такая обязанность. Это их ответственность, прямая, как людей, которые потратили уже свои силы на то, чтобы эту личинку родить, и теперь ее еще нужно вырастить. Но у китайской правящей партии немножко другое отношение к тому, как именно граждане должны себя вести. Я сейчас говорю даже не только про социальный рейтинг. Вернемся к экономике шапок. Потому что вопрос экономики шапок, и в принципе экономики, это уже не вопрос какого-то социального воспитания, да, это не вопрос формирования человека как личности. Это уже гораздо более важный для государства вопрос капитала, его оттока и возможности свободной неконтролируемой торговли. Потому что торговля шапками в какой-то степени позволяла это делать, пусть даже и не в очень большом масштабе, но все-таки это был известный аутлет. Потому что вот самые прозорливые из вас, когда я пояснял, что в китайской версии стима нету маркетплейса, наверняка начали задаваться вопросом, погоди, но если там не было возможности торговать предметами внутри игры, для китайцев, которые этим клиентом пользовались, то почему тогда мы вообще рассматриваем Китай как важный большой рынок для этой темы? Правильно? Ну, у них же должен быть какой-нибудь другой способ, наверное, торговать, но у них было целых два, по большому счету. Первый, это использовать до недавнего времени незабаненный оригинальный стима для того, чтобы, собственно, пользоваться фичами, которых в китайском клиенте нет. Ну, я думаю, объяснять не надо, принцип общедовольно похожий. Но есть еще и второй способ, причем гораздо менее законный, но гораздо более выгодный способ. Это торговля за реальные деньги на сторонних маркетплейсах. Ну, вы знаете, о каких маркетплейсах я говорю. Вы можете не подмигивать, если что, я знаю, что вы знаете. Видите вот этот сайт, где цены указаны в юанях? Это называется Buff 163. Buff 163 это один из многих, но, насколько я понимаю, самый крупный маркетплейс для торговли внутриигровыми предметами на территории Китая, который, кстати говоря, до сих пор совершенно спокойно функционирует. Как именно это работает, если вы не можете выводить деньги из своего стим-аккаунта? Ну, очень просто. Вы платите необходимую сумму посреднику или, может быть, напрямую человеку, но тут уже нужно в индивидуальном порядке договариваться, тут все-таки посредники имеются в виду, как я понимаю, который вам этот предмет, желаемый вами, передает в качестве подарка. Там, конечно, есть ограничения про то, что вы можете передавать предметы только через 30 дней после того, как добавитесь в френдлист, но вы прекрасно понимаете, что все это обходится терпением банальным и, в конце концов, не просто так эти сайты существуют, они действительно предоставляют сервис. Вы можете вспомнить, как минимум, аналога 2, наверное, и в России, и в любой другой стране. Можете не подмигивать. Опять же, я прекрасно все знаю, сука, о вас все это либо пытались делать, либо делали в своей жизни хотя бы... Это со всеми было, окей? Да давайте просто называть вещи своими именами. Как вы можете догадаться, торговля за реальные деньги не поддерживается непосредственно Valve, иначе бы они возглавили это движение, они пытались с ним бороться. Но когда я говорю «пытались с ним бороться», я не имею в виду, что они реально с ним борются, потому что им по большому счету пофигу, все-таки их личный маркетплейс тоже процветает. Но разницу, сами понимаете, из маркетплейса вы не можете деньги вывести, и, соответственно, вы не можете расценивать эти дорогие редкие предметы как объект полноценных инвестиций. Но если только вы не планируете все свои заработки потратить на игры в Steam непосредственно, тогда да, тогда, конечно, можно. Но самые прогрессивные фармеры и коллекционеры, так сказать, они, конечно же, орудуют на подобных сайтах. И эти сайты никаким образом государством не контролируются. Китай вообще интересное государство в этом плане. Почему? Потому что оно очень-очень бережно относится к оттоку, ну, денежных средств из своей страны для того, чтобы поддерживать более-менее на стабильном уровне ценность своей валюты. И на подобные сегменты бизнеса они либо предпочли не обращать внимания, либо натурально не обращали внимания. Точно мы узнать не можем, потому что свои решения они традиционно не объясняют. Однако это все еще аутлет, который по их же собственной философии не очень желательный. Но он очень маленький. Потому что экономика шапок в Доте и в КСГО, я имею в виду, отдельные люди зарабатывают на ней хорошие деньги, и такое реально происходит. Но она не настолько крупная в плане государственного, вот такого глобального масштаба, потому что, ну, деньги там крутятся, опять же, по глобальным меркам, не настолько большие, чтобы о ней сильно париться. Однако все это дело может разрастись рано или поздно. И волне возможно, что Китай потихоньку начинает на него внимание обращать, чтобы прибить в зародыши, так сказать. На момент записи видео данный конкретный сайт, и я уверен, что не только он, все еще работает. Надолго ли? Ну, вот это уже, конечно, интересный вопрос. Я вам точно сказать не могу. Мы не знаем точной причины, почему этот бан произошел, но мне определенно хотелось бы ее узнать. Мне интересно будет послушать вашу профессиональную аналитику в комментариях, кстати говоря. Потому что, конечно, так или иначе, все подобные решения китайской правящей партии сводятся к контролю. Контролю над интернетом, контролю над тем, что люди думают, и в какое время дня они это думают, и так далее, и тому подобное. Мы все это уже много раз рассматривали. Ну, и не то, чтобы западные компании были против. Я не буду вам сейчас даже приводить классический пример с радужными флажками на аватарках в Твиттере, которые меняются в определенных странах, а в определенных странах не меняются. Но конкретно про Valve я вам могу привести пример, когда они тоже прогибались под китайскую правящую партию. Было такое дело сравнительно недавно, кстати. Помните пару лет назад историю с Блицчангом, которого выкинули с турнира по Хардстоуну за то, что он произнес неугодную фразу, и все тогда начали обсуждать простесты в Гонконге? Ну, естественно, эти обсуждения никуда не зашли, потому что, ну, как бы так сказать, чтобы никто не обиделся, геймеры не очень сильно любят бунтовать. Точнее, как они любят бунтовать, но они не любят бунтовать долго, и их бунт заканчивается примерно тогда, когда они видят новый пафосный синематик для новой игрулечки, которая звучит прикольно. Не обязательно выглядит прикольно, но хотя бы звучит. Тем не менее, когда эта тема была актуальна, ну, многие, например, замечали, что Steam не очень хорошо относится к... Я не верю, что произношу это вслух, но играм, основанным на протестах в Гонконге. Я предположу, что они, скорее всего, были дико трэшовыми, и, возможно, что эта история не единственная, но, как минимум, которая сейчас открыл, раздулась абсолютно на пустом месте тупо за счет того, что этот трэшак пытался позиционировать себя как что-то политическое. Естественно, ни о какой политике в жертвах аборта Steam Greenlight не идет и речи, но вдумайтесь в это как следует. Steam поднял задницу и не поленился снести эти игры со своей платформы. Для чего? Я имею в виду, Valve не отличаются особой тяги к созиданию, если только мы не говорим про какие-то проекты, которые лично им интересны. Когда они там свои VR-шлемы делают, или когда они вот Steam Deck сейчас делают. Не все из этого выстреливает, я имею в виду, кто-нибудь помнит Steam машину? Нет, ну, вы такие не одни, не волнуйтесь. Но все-таки, все-таки, когда они реально загораются идеей, они идут с этой идеей до конца, за что им можно только пожесть руку, молодцы. Но вот эта идея им реально была настолько важна, если она им настолько была важна, то почему? Почему, Valve, тебе важна идея по удалению игр про протесты в Гонконге со своего сервиса? Я могу назвать одну потенциальную причину, мне интересно, так ли это? Имей в виду, в конце дня Steam и Valve это бизнесы, бизнесы, которым важно в первую очередь зарабатывать деньги. И, по крайней мере, до недавних пор у них отношения с китайской правящей партией были более-менее доверительные. Вполне возможно, что они такими остались и сейчас, но просто партия решила, что пришло время прикрыть одну лавочку и оставить вторую обрезанную лавочку. Никто не мешает вам играть в игры, дорогие мои, никто не мешает вам даже зарабатывать шапки в этих играх. Просто продавать их за реальные деньги вам станет, ну, не то чтобы сложнее, потому что сайт, который я вам показал, на самом деле гораздо более популярный, чем Steam Marketplace. Но если вы хотели делать это честно и без посредников, то, ну, извините, больше не получится, дорогие мои, больше не получится. Теперь придется как следует напрягаться и вполне возможно, что уже очень скоро эти сайты тоже начнут активно баниться. А с другой стороны, вопрос остается в силе, я не понимаю, почему они этого не сделали до сих пор. Правда, я не могу найти удовольствующую причину. Если вы ее найти можете, то напишите в комментариях, мне будет интересно послушать, потому что, ну, мне реально интересно. Ну, а так, да, китайцы в очередной раз получили социальный рейтинг, и мисс Курис, и кошка Жену могу им пожелать с этим только удачи в личной и в государственной жизни. Надеюсь, что все у них будет хорошо. По крайней мере, достаточно долго, чтобы я мог через Алик заказать себе платы для PS5, потому что у нас, естественно, официально продавать не будут. Но, хей, не так уж и далеко ехать с другой стороны. Спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что вы смотрите мое видео до конца, остаетесь, лайки с комментариями оставляете на канал, подписывайтесь, между прочим, для того, чтобы такие веселые новости слушать. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы такие сладенькие булочки. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok